Евгений Термилев – воспитанник центра «Ровесник». Вместе с другими ребятами он осваивает программу вейк-курса. Подросток впервые встал на доску для вейкбординга два дня назад. Сейчас уже уверенно держится на воде. Мой старт был очень даже замечательным. Я доехала до другого буйка, который вот желтый есть, есть красный. Я доехала до желтого буйка, сразу же упал, обратно поехал. Ну, незабываемое ощущение, хочу сказать. Вообще очень классно. Занятия с ребятами проводят опытные инструкторы Федерации воднолыжного спорта Самарской области. Организация выиграла конкурс на предоставление грантов, который проводит Департамент физической культуры и спорта Самары. Глядя на то, какие они сюда приезжали изначально, и какие они сейчас от нас уезжают, виден результат, видно то, что дети приобрели определенные навыки. И я думаю, что по возможности мы и дальше им дадим время, когда они смогут еще раз сюда приезжать. Конкурс на предоставление грантов в области физической культуры и спорта для реализации социально значимых проектов профильный департамент проводит более 10 лет. Например, именно благодаря этому дети и подростки, оставшиеся без опеки родителей, могут позаниматься вейкбордингом, покататься на горных лыжах. Зимой эти же дети принимали участие в реализации проекта на горнолыжной базе, где детей обучали катанию на сноубордах, на горных лыжах. А летом мы этих же детей перенаправили, вот так можно сказать, на воду. Конечно, далеко не всем, как Евгению, удается быстро освоить вейкбординг. Но даже упав в воду, ни один не отказался вновь встать на доску. Некоторые трюки получается сделать, но сейчас пытаюсь трамплин освоить хорошо. И те вот трубы. Нужна сила, чтобы держать трос, и доской управлять ноги тоже сильно нужны. Но надо есть кашу на завтрак, чтобы доской управлять. Инструкторы Федерации водонолыжного спорта готовы обучать ребят вейкбордингу до конца лета. Этот спорт в Самарской области очень популярен. Сейчас наша команда защищает честь региона на чемпионате России в Москве. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.